Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятое апреля. Память преподобного отца нашего Платона-исповедника. Преподобный Платон был сыном славных и вместе с тем благочестивых родителей, христиан, носивших имена Сергия и Ефимии. С самых юных лет преподобного родители воспитывали его в благочестии и учили добродетелям христианским. Но не успев довести до конца дела воспитания отрока, скончались, отойдя в вечность от всей приходящей жизни к жизни нескончаемой. Оставшись в сиротую, преподобный был взят в дом родственников своих, проживая у которых, оказал большие успехи в науках, преуспевая вместе с тем и в добродетелях христианских. В достигнем зрелого возраста преподобный оставил дом родственников своих и начал своим трудом зарабатывать себе необходимые средства для существования. Преподобный был настолько трудолюбив и вместе с тем воздержан, что приобрел скоро трудами рук своих большое состояние. Однако сердце преподобного было чуждо привязанности к благам мира сего. Поэтому он, раздав нищим все свое состояние, отпустив рабов своих на свободу, удалился на гору Олимп, где и принял постережение в монашество в одном из здешних монастырей. Проживая в монастыре, преподобный проводил весьма строгую подвижническую жизнь, причем свободное от молитвы время употреблял на переписывание книг и составление полезных сборников из писаний отцов в церкви. По смерти настоятеля того монастыря феоктиста, преподобный Платон единогласно был избран игуменом монастыря. Это случилось на 35-м году жизни святого, в 770 году. В сане игумены преподобный стал подвизаться еще с большей ревностью, показывая своим примером всем братьям того монастыря образ жизни истины христианской. В то время патриархом Константинопольским был святой Тарасий, патриархом был с 784 по 806 год. Услышав о подвигах преподобного Платона, он предложил ему взять на себя управление метрополией некомедийской. Но преподобный, стремясь к уединенной жизни подвижнической, по своему смирению отказался от управления метрополией и удалился в одно уединенное место, называвшееся Сакудион, где он впоследствии основал монастырь. По случаю иконоборческих смут царствовавшая тогда императрица Ирина, вместе с ответеющим патриархом Тарасием, создала в Никее 7-й Вселенский собор, на котором было осуждено нечестивое учение еретиков и иконоборцев, и вместе с тем было восстановлено и подтверждено почитание святых икон и поклонение им. Собравшихся на собор отцов было более трехсот. В числе их был преподобный Платон, как человек, начитанный и сведущий в писаниях божественных. Он был весьма полезен на соборе, так как мужественно защищал учения православия и дерзновенно обличал учения еретиков. Когда заседания собора окончились, преподобный Платон удалился на место подвигов своих в Сакудион. Местность эта была, сколько красиво, столько же и удобным для подвигов уединения. Находясь на горе, она была окружена со всех сторон красивыми высокими деревьями. Единственный доступ сюда открывала небольшая, едва видневшаяся в чаще леса тропинка. Вместе с Платоном здесь подвязался его племянник Феодор. Вскоре ими была построена здесь церковь во имя святого Иоанна Богослова. Между тем молва о подвигах святого распространялась все более и более. И к нему начали приходить многие люди, ища у него наставления и руководство в жизни христианской. Когда число учеников преподобного стало возрастать, он устроил на том месте монастырь. Причем обязанность настоятеля преподобный исполнял сам. Своей подвижнической жизнью преподобный Платон предлагал всем братьям добрый пример для соревнования. Особенно усердно подражал преподобному его племянник блаженный Феодор, проводивший дни и ночи в непрестанных подвигах молитвы и богомыслия. Видя столь добродетельную жизнь Феодора, преподобный Платон весьма радовался за него. Решив отличить блаженного Феодора священным саном, преподобный отправился с ним в Византию, к святейшему патриарху Тарасию, который и рукоположил Феодора в сан пресвитера. Впрочем, не столько по его доброй воле, сколько и по его послушанию. Его блаженный, считая себя недостойным такого сана, не хотел принимать его и говорил, что сан этот выше его сил. Но будучи не в состоянии противоречить воле отца своего духовного, а также воле патриаршей, он повиновался и принял священство. Когда преподобный Феодор возвратился в монастырь свой, в новом сане священническом, тот продолжал подвязаться здесь еще с большим усердием и ревностью. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным вследствие многих трудов своих и преклонного возраста, решил сложить в себя начальство не над монастырем и пожелал, чтобы власть игумена после него принял блаженный Феодор. Он часто говорил ему об этом, умоляя освободить его от тяжкого для него бремени начальствования над монастырем. Но блаженный Феодор всякий раз отказывался от настоятельства над монастырем, соглашаясь лучше сам жить под начальством других, нежели начальствовать над кем-либо, и полагая, что для спасения душевного легче и полезнее получать наставление от других, нежели самому наставлять кого-либо. Преподобный Платон, видя, что ему трудно препобедить смирение блаженного Феодора, решил сделать следующее. Он слег в постель, как бы больной, так как и в действительности он был слаб, и созвав всех братьев, сказал им о себе, что он чувствует приближение своей кончины, а затем спросил их «Кого хотите вы иметь после меня настоятелем? Кто наиболее способен на это, по вашему мнению?» Преподобный знал, что братья пожелают иметь своим настоятелем именно Феодора, так как его все любили и уважали за его великие добродетели. Так и случилось. Все единодушно отвечали на предложенный вопрос «После тебя да будет над нами игуменом Феодор». Тогда преподобный Платон передал свою власть блаженному Феодору, так как этот последний не мог противиться желанию всей братьи. Приняв на себя сам настоятеля, блаженный Феодор вместе с тем усугубил свои подвиги, являясь образцом для всех и получая всех жизни добродетельной не только словом, но и делом. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришел в возраст, устранив от царского престола свою мать, принял в свои руки управление государством. Это было в 790 году, когда Константину исполнилось 20 лет. Будучи молод и развращен, он от разного рода грехам предался. Так он задумал изгнать от себя свою супругу Марию, до чего силой постриг ее в монашество. Вместо же нее он взял себе другую жену по имени Феодортию, приходившуюся родственницей его отцу. Святейший патриарх Тарасий не одобрял этого беззаконного поступка царя и не хотел благословить его брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, бывший экономом церкви Константинопольской, нарушил божественные законы и, ослушавшись патриарха, согласился совершить на царем таинство брака. Услышав об этом, блаженный Феодор и вместе с ним преподобный Платон весьма воскорбели душою. Воспламенившись ревностью о законе Божьем, Феодор вместе со святым Платоном отправил ко всем инокам послание, в котором сообщал о царском беззаконе и увещевал всех считать царя отлученным от церкви Христовой, как разорителя закона Божия. Слух об этой ревности и смелости блаженных Феодора и Платона распространился повсюду, так что о том узнал и сам обличаемый ими царь. Сильно разгневавшись на святых мужей, он приказал преподобного Феодора после жестоких мучений сослать на заточение в Солунь, Платона же заключить в темницу. После смерти нечестивого императора преподобный Платон был освобожден из темницы, и той же Феодор был возвращен из заточения. Между тем святой Феодор по причине постоянных набегов агарян, опустошавших и захватывавших в свои руки различные области Византийской империи, покинул Сакудион, не желая подвергать жизнь братьям обители опасности, и пришел вместе с братьями в Константинополь, где принял управление знаменитым студийским монастырем. Преподобный Платон, имевший некогда сан игумена, теперь, как смиренный инок, пришел к блаженному Феодору и стал подвязаться в его монастыре. При этом преподобный Платон смирял себя до того, что добровольно надел на ноги свои цепи, предаваясь непрестанно подвигам поста и молитвы. Вскоре после этого византийский престол незаконно занял император Никифор с 802 по 801 год своей власти, возвратившись в церковь вышеупомянутого пресс-фитера Иосифа, отлученного от церкви патриархом Тарафием за его беззаконный поступок. Когда после этого святой Феодор вместе с братьями обличил царя, поступившего против церковных правил, то царь весьма разгневался на него и на всех братьев обители студийской, и отправил всех их вместе с достоблаженным царством Платоном в ссылку на один из находившихся около города островов. Пробыв четыре года в заточении, преподобный Платон уже в глубокой старости возвратился в Константинополь, где и поселился опять в обители студийской. Много и усердно подвязаясь в той обители, преподобный Платон прожил здесь еще три года и, наконец, отошел ко Господу, дабы вместе с прочими святыми предстать престолы Его и прославлять Его на небесах вечно. Аминь. Констинна преподобного Платона последовала в 814 году, на 79 году жизни святого. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.